Дорогие друзья, я приветствую вас из американской столицы. И сразу же рапортую столица на месте, Капитолин на месте, все улицы свободны, ну, свободны относительно, однако явно напряжение снимается и отходят на задние позиции. Войны бравые, гордые тем, что смогли защитить столицу от всякой возможной сложной ситуации. Также могу вам с удовольствием сказать, что по первым впечатлениям инаугурация вчера прошла без сучка и задоринки. Да, конечно, в силу сложившихся обстоятельств одни традиции вынуждены были быть нарушенными. К примеру, не было традиционного ни одного инаугурационного бала, поэтому я сегодня не могу начать свой репортаж со слов «после бала», а по утру они проснулись. Но, тем не менее, по возможности смогли соблюсти все традиции и все пункты протокола, связанного с инаугурацией. Что же касается американской столицы, то прежде чем я продолжу свой бегалый взгляд, знаете, инаугурация, она как свадьба, и ни в коем случае ее пышность и размах не отражает или не демонстрирует благополучие последующей жизни молодоженов. Точно так же, как и первая брачная ночь и предшествующий ей вечер, это тоже эдакий нереально феерический такой медовый месяц и даже медовая неделя проходит и начинаются будни. Вот почему вся насыщенность вчерашнего дня, она больше театральная, чем реальная. И прежде чем я вот продолжу, я хочу прежде всего и с действительно искренним участием выразить соболезнование, нет, не соболезнование, сочувствие всем тем, кто огорчен, разочарован и скорбит по поводу разрушения своих надежд и мечт, и поздравить даже искренне всех тех, кто желал победу Байдену и, соответственно, ее созерцал. Значит, победы тоже тут нужно подождать, но во всяком случае сама инаугурация вчера была достаточно благополучной и яркой. Я не стану повторять за многими своими разного уровня коллегами, что речь инаугурационная Байдена была самая значительная за всю историю Америки. Конечно, это не так. История Америки знает и очень серьезные, памятные, яркие речи. Вашингтон город очень политизированный. И не только политизированный, но и придворный, поскольку это город, на территории которого происходят вот такие краугольно важные исторические события. Вот почему в кулуарах и коридорах американской столицы принято сегодня обсуждать детали, мелочи и даже между собой хвастать и жонглировать количеством тех самых набранных мелочей. У меня тоже достаточно много и предполагаю, что наша сегодняшняя вторая встреча без 15.2 после полудня, она тоже, может быть, будет продолжением демонстрации и этой эстафеты мелочей. И то, кто был и на кого попадала, а на кого не попадала камера. И начинается между собой сегодня, конечно же, особенно в женских коллективах, кто в чем, безоговорочно. Не очень готовящаяся к этому мероприятию Джилл Байден, столько лет пронесшая в душе своей мечту быть первой леди страны и уже совсем не надеявшаяся на это. И вдруг, о! И не ожидавшая такого успеха, но тем не менее получившая Камла Харрис. И, конечно же, Мишель Обама, лишний раз оказавшаяся на подиуме перед Капитолием. И даже Лора Буш, скромница наша американская, и Хилари Клинтон. Все они очень хотели выглядеть хорошо. Ну, понятно, любая женщина хочет выглядеть хорошо, особенно по такому серьезному случаю. Но ни одной из них, согласимся, кто-то в связи с возрастом и явной обветшалостью, кто-то в связи с безвкусицей, кто-то в связи с лишним весом и прочими другими издержками внешности. Конечно, подняться на уровень бирюзового костюма Милани Трамп 4 года тому назад в стиле Жаклин Кеннеди не смог. И поэтому все дамы признали сегодня, что явно ни одна женщина не блистала в полную мощь. Конечно, произвела впечатление и Леди Гага, тоже мечтавшая путировать весь мир своим появлением в виде символа американско-красно-синяя, блестящего с голуба мира на груди, и грудь там не бог весть, и все остальные ее вчерашние потуги оказались не самыми благополучными, хотя, конечно, она была заметна. Это произвело впечатление, я уж не знаю больше, то, как единственная пара вчерашнего мероприятия Хиллари и Билл Клинтон спускались по очень крутым, а я их хорошо знаю, многократно поднимавшись и спускавшись по этим ступенькам из ротондового зала в Бейсмут или в Нижний Цоколь Капитолия. Это единственная пара, кто не подали друг другу не только руки, но даже пальца, а шли абсолютно автономно, что продемонстрировало по-прежнему сохранившуюся сложность их отношений. Да, это обсуждается. Обсуждается, безусловно, и длина нарядов многих из них. И, как я уже сказала, Леди Гага, чей наряд разве что уступил своей эпутажностью варежкам Берни Сандерса. Скорее всего, в его варежках можно усмотреть его не только тайные связи с Россией, но и с Чукоткой, к примеру, или какой-нибудь Вологодской областью. Конечно, и то, что происходило после инаугурации, тоже заслуживает внимания, и мы, надеюсь, еще будем иметь возможность уделить это. Насколько символическим или нет было посещение Арлингтонского кладбища, и это, безусловно, традиция наверняка, но те вечерние кадры в концерте, где трех президентов – Джорджа Буша, Барака Обамы и Билла Клинтона – показали одиноко стоящими на Арлингтонском кладбище, причем они были больше похожи или на воскресших, или на призраков, появивших обсуждающие дела преемственности президентства. Так или иначе, есть масса вещей, которые можно с легким сердцем обсуждать, и то, что подписать успел Байден, и его походку, и текст, и все остальные нюансы. Главное, дорогие друзья, оставаться в хорошем настроении, не терять надежды на лучшее, и всегда помнить, что президенты приходят и уходят, а вот здоровье надо беречь. Именно это я вам желаю из американской столицы. Будет здоровье, будет возможность радоваться, забыть о карантине и путешествовать обязательно вместе со мной. На всем прощаюсь с вами. До встречи в эфире сегодня без 15.2 после полудня. С любовью к вам из Вашингтона. Ваш человек в ДиСи Анна Топоровская. Кто расскажет о том, что происходит в Вашингтоне и чего не найти в прессе? Наш человек в ДиСи Анна Топоровская. С понедельника по пятницу в 11 утра.